Компьютерный ЕГЭ по информатике. Задание номер 8. Комбинаторика. Нарешиваем задачи. В первую очередь, хочу извиниться за то, что в теории неправильно нумеровал С из НПК. Действительно, в российских учебниках, когда пишется С из НПК, Н находится внизу, а К вверху. Но давайте, тем не менее, двигаться дальше. Сегодня я буду использовать правильные обозначения, если они понадобятся. Итак, задача номер 220 из задачника Константина Юрьевича Полякова на сайте КПОЛЯКОВСПБРУ. Все четырехбуквенные слова, составленные из букв МАРТ, записаны в алфавитном порядке. Вот начало списка. Соответственно, обратите внимание, что в алфавитном порядке буквы МАРТ находятся в порядке АМРТ. И именно так они будут здесь двигаться. Какое количество слов находится между словами МАРТ и РАМТ, включая эти слова? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нам необходимо сами слова, вот эти вот, МАРТ и РАМТ, найти их номер в списке. Нумерация начинается здесь от единички. Впрочем, для того, чтобы определить количество слов между, это будет неважно. Но я буду следовать соответствующим обозначениям. Я хотел бы сразу выделить вот этот порядок, да, чтобы мне видеть последовательность букв АМРТ. Я воспользуюсь звездочкой. Для меня звездочка, это будет символ Джокер, который будет заменять любой символ. Я знаю, что есть решение этой задачи через систему исчисления. Но я не буду применять это решение. Сегодня я буду следовать траектории именно просто подсчет соответствующего номера слова. Эта задачка очень простая, она действительно может быть решена и просто так. Итак, где-то там содержится слово МАРТ, где-то там содержится слово МАРТ, да. Соответственно, мы можем увидеть, буква М, она вторая в этой последовательности допустимых букв. Значит, вот здесь вот перед, перед, перед содержатся всевозможные слова на букву А. Они опережают слово МАРТ, да. Соответственно, у меня в этих трех позициях могут быть всевозможные буквы, да. То есть, у меня получается, что здесь у меня, ну, я не буду писать равно, я буду тире ставить, да. Что здесь у меня их четырежды, четырежды четыре, то есть четыре в кубе различных слов. После этого начинаются слова на букву М, ну, а точнее на МААА, да. На МААА, МАМ, МАР. Ну, давайте попробуем это дело обобщать. Тут надо заметить, что само слово МАРТ, оно начинается на МА. Значит, не все слова на МАА его опережают. А только какие? Слова на МААА, слова на МААА, ну, а здесь любая буквка, да. Слова на МААМ, ой, прошу прощения. МАМ, да, да, АМ, да, перебираем возможные. И все слова сразу здесь, всевозможные, да. МАМА, МАММ, МАММР, МАМТ. Ну, я, короче, сокращенно буду действовать. Да, двигаемся дальше. А вот на МАР уже не все слова его опережают. Поэтому давайте аккуратно. МА-РА, да. МА-Р-МА. МА-Р-Р. И только после этого МА-Р-Т. Здесь у меня 4 слова, здесь 4. Ну, и, вы знаете, вот здесь тоже 4 слова. Поэтому в сумме здесь вот, ну, давайте я напишу, что это у меня получается 8 слов, да, дважды 4. Здесь еще 4 слова. В итоге слово МА-Р-Т у меня получается в позиции 64 плюс еще 4 плюс еще 8. Итого. Ой. 64 плюс 4, 68. Плюс 8, 76-я позиция. 76-е слово МА-Р-Т. Теперь давайте сделаем то же самое со словом, каким? Значит, я тут напишу 76, да. Давайте сделаем то же самое со словом РАМТ. Со словом РАМТ. Так, где же оно там находится? Сейчас мы узнаем. Итак, ну, его опережают все слова. Слова, да, его опережают, очевидно, все слова на М, да, то есть прям не только на МА-А, а вот просто все слова на М его опережают. И их, очевидно, слов на М тоже 4 в кубе штук, да, 4х4х4, 4 в кубе слов. Замечательно. Так. То есть уже 64 плюс 64, 128. Дальше начинаются слова на Р, да. Ну, тут опять же надо осторожно, потому что оно начинается на РА, значит, не все слова на РА его опережают. Но вот слова на РА-А опережают его все, да. А вот слова на РАМ опережают его уже не все, да. Давайте внимательно и осторожно. РА-МА. Перебираем. РА-М-М. Да. РАМР. И после этого РАМТ. Ну, вот так получилось. У меня, соответственно, здесь 4 слова. Потому что здесь у меня символ Джокер, который, ну, одна любая буковка из допустимых, да. И еще вот это тоже 4 слова. Так. Смотрим, что у нас получается. Здесь 128 на плюс еще 8. Правильно? Я ничего не пропустил. РА-М-Т-А-М. Дальше все слова на РА пошли. РА-А. РА-М. Вроде бы ничего, да. Значит, 128 плюс 8 получается 136. Да. У него номер 136. И первая мысль, которая есть. 136 минус 76. Да. Считаем 136 минус 76. Получается 13 минус 7. Это у нас что? 6 на 60 слов. Но нет. Нет. Люди, это частая ошибка. Именно поэтому я ее делаю. Давайте нарисуем как бы верстовые столбы. Вот едет или идет какой-нибудь человечек, да. И вот он идет, да. И задается вопросом. Вот тут стоят верстовые столбы, на которых что-то там написан. Номер версты. И вот на этом написано 76 верста. Здесь написано 77 верста. Здесь написано 78 верста. И вот в какой-то момент он дойдет до столбика, на котором написано 136 верста. Вопрос. Сколько столбиков он увидит, когда пройдет от 76 до 136 столбик? И вот ответ на это не равен расстоянию в количестве верст. Расстояние, это количество вот этих пролетов, сколько пролетов он проходит. Это примерно как если бы он поднялся с 76 этажа до 136 этажа. Вопрос. Сколько пролетов ему пришлось подняться, да. На сколько пролетов. И сколько этажей он увидел. Это разные вопросы. И они отличаются на единичку. Понимаете? Чтобы подняться с первого этажа на восьмой, вам нужно сделать 7 подъемов. При этом этажей вы увидите елки-палки 8, потому что включая оба. Если бы один из них не включался, тогда да. Вот пролет, вот столб, пролет, столб и так далее. И последний, соответственно, пролет прошли, последнюю версту, да. И увидели последний столб. А тут тогда как бы первый включается. Ну, либо наоборот, столб, пролет. Короче, люди, плюс 1. Расстояние вычислять проще. Да, оно равно, собственно, 136 минус 76, то бишь 60. А вот количество верстовых столбов включительно, левый включительно, правый будет равно 60 плюс 1. 61, поэтому ответ в этой задаче, люди, не 60, а 61. Вот так вот. Ну что же, двигаемся дальше. Следующая задачка. Сколько слов длины 5, начинающихся с гласной буквы, можно составить из букв ЕГЭ? Каждая буква может входить в слово несколько раз. Слова не обязательно должны быть осмысленными словами русского языка для филологов. Да, потому что мы исключительно комбинаторикой занимаемся в этой задаче. Нам на словесность и осмысленность наплевать. Итак, давайте посмотрим. Значит, слова бывают у нас словами на Е и на Э. Ой, на Е и на Э, потому что гласная буква первая, обязательно. Да, что у нас здесь интересно? Что при подсчете комбинаций, по сути, люди, мы перебираем некоторое множество возможностей. Множество комбинаций. Ну, сейчас в ЕГЭ не входит теория множеств напрямую, но на самом деле от теории множеств не убежишь. Она все равно настигает нас в тех или иных задачах. Так вот, по сути, надо понимать, что в рамках нашего множества комбинаций, хотя подсчитываем мы обычно множество, которое является подмножеством некоторого универсального множества или универсума некоторой вселенной, всевозможные слова длины 5, прошу прощения, из букв ЕГЭ. Да, это, ну, некоторое надмножество. И, кстати, я могу сразу сказать, сколько всевозможных слов длины 5 из букв ЕГЭ. Да, вот как бы 5 символов Джокера, ну, вот как в предыдущей задаче, да. Только Джокер означает одну из трех букв ЕГЭ, да. Ну, я говорю сразу, о, ребята, так у меня 3 в пятой. Но это всевозможных слов. А меня интересуют только те, да, где, соответственно, только, что у нас, слова, каждая буква несколько раз может входить с гласной буквы. Это некое подмножество вот этого моего множества всевозможных слов длины 5, да. Тем не менее, само вот это множество я хочу разбить на два непересекающихся подмножества. И при этом каждое из этих подмножеств, да, оно, то есть это будет их объединение, будет давать мне всевозможные слова, начинающиеся с гласной буквы, и никаких слов я при этом не пропущу, да, то есть не будет дыр. А именно, это слова будут на букву Е, да, и дальше 4 комбинации, и слова на букву Э. Слово не может одновременно начинаться на Е и на Э. Таких слов не существует. Пересечение этих двух подмножеств с пустое множество. Слово обязательно должно начинаться на гласную букву и при этом состоять из букв, соответственно, из моего множества Е, Г, Э. Вот это множество букв, из которых я составляю пятибуквенные слова. Соответственно, Г согласное. Слово обязано начинаться на Е и на Э. Простите за математичность и строгость этого доказательства, которое отнимает у нас немножко времени. Тем не менее, в результате я понимаю, так у меня здесь как бы комбинации, да, 2, ой, Господи, 2, 3 в четвертой, да, вот здесь вот 3 в четвертой, да, 3 на 3, ну, 3 варианта, на 3, на 3, на 3, да, то есть 3 в четвертой там слов, да, 3 в четвертой там слов. Итого это получается 81 плюс 81, то бишь 162. Ну, это очень простая задачка, тем не менее, давайте сверимся с ответом. Действительно, 162. Давайте двигаться постепенно по усложнению. Сколько существует различных символьных последовательностей длины 5 в четырехбуквенном алфавите, знаменитом, да, аденозин, цитозин, по-моему, гуамин и тизин. Я могу путать. Да, это знаменитый алфавит среди биологов, потому что это 4 аминокислоты, из которых состоит ДНК. Человеком, например. Который содержит ровно 2 буквы А. Ну, вообще-то там трехбуквенные сочетания имеют значение, именно они являются кодонами аминокислот, из которых кодонами. Короче, я сейчас не назову правильных слов, там дальше начинаются эти белки, уже из них сочетаются, но у нас тут комбинаторика. Просто почему-то просят последовательность длины 5. Я бы хотя бы 6 сделал. Ладно, содержит ровно 2 буквы А. Здесь нужно понимать в этой задачке, что 2 буквы А, давайте я еще раз, А, С, Г, Т, да? Букв А две штуки. А теперь посмотрите. У меня 5 позиций. Вот я нарисую себе 5 позиций. 2 буквы А, они точно должны быть, и больше их не будет. То есть реально, меня А интересует отдельно от вот этих вот товарищей. И первое, я разбрасываю 2 буквы А. Сколькими способами я их могу раскладывать? Как я их могу раскладывать? Значит, если бы эти 2 буквы А отличались друг от друга, я возьму вот этот чуть-чуть отличающийся смальник, тогда я бы сказал так. Первую букву А я расставляю 5 способами. Раз, два, три, четыре, пять. Какую бы позицию первая буква А не заняла, второй остается 4 варианта способов. Вроде как логично. Но надо понимать, что они неотличимы друг от друга. А значит, мне нужно их перестановки изничтожить. То есть поделить на 2. Я мог бы сказать, что количество расстановок двух букв А является С из 5 по 2. С из 5 по 2. Ну и, собственно, сказать, что это, товарищи, это 5 факториал разделить на 2 факториал, разделить на 5 минус 2 факториал. Ну или, короче, я могу сказать просто, что это этот А из 5 по 2, да, этот недофакториал, то есть 5 умноженное на 4. Впрочем, я это и так руками показал, да. 5 вариантов для первой, 4 для второй. Поделить на количество перестановок в рамках двух. То есть поделить на 2 факториал, то бишь просто на 2. Товарищи, это 10. Это такой маленький С из НПК, да, что тут можно просто вот еще раз глазами его посчитать, не зная вообще, что такое С из НПК. Короче, 10 расстановок буквы А у меня существует. Да. В любом случае, куда бы ни встали буквы А, для всех остальных букв, раз С, Г, Т, да, у нас 3 позиции. В каждой из них это не 3 факториал будет. Это будет 3 в кубе. Потому что я сюда могу С, 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 Г, да, С, С, Т, С, Г, С, ну и так далее по списку слов всевозможных различных комбинаций. Короче, у меня 3 варианта постановки сюда, 3 варианта сюда из этих 3, да, и 3 сюда. Никаких запретов нету, поэтому у меня получается что? Ой-ой-ой, что получается-то? 27, да, 27 и это все, вот эти 27 вариантов расстановок ЦГТ на каждый вариант расстановок двух букв А, неразличимых друг от друга, да. То есть у меня получается, что нужно вот эти 27 умножить на 10 вариантов расстановок букв А. То есть получается, что в этой задаче ответ 270. Давайте сверимся с ответом. Ответ 270. Теперь пора переходить к следующей задачке. Двигаемся по усложнению. Итак, сколько существует чисел, делящихся на 5, десеричная запись которых содержит 5 цифр. Причем все цифры различны. И никакие две четные и две нечетные цифры не стоят рядом. Итак, цифр, делящихся на 5, да. А какие цифры, числа, прошу прощения, делятся на 5? Очевидно, только те, в конце у которых либо 0, либо в конце 5. Но это свойства делимости, вы их должны знать из алгебры, считается, что вы их как бы знаете. Итак, значит, в последней цифре у нас всего лишь два варианта. Но я их хочу прямо рассмотреть отдельно. Итак, 5 цифр у нас всего 5 позиций. Раз, два, три, четыре, пять. Давайте вот прямо отдельно. Раз, два, три, четыре, пять. Итак, последняя цифра. Либо 0, либо 5. Дополнительное требование, что две четные и две нечетные не стоят рядом. Да, счет и неч, да. Чет и нечетный не рядом, да. Не рядом. А как они могут быть не рядом? Да только одним способом. Чередоваться друг с другом. У меня же не бывает цифр, которые не являются нечетными, не нечетными. Ноль, да, это у нас бывают числа непростые, несоставные. А вот с четными и нечетными там все четко. Да, ноль четная, единичка, нечетная двойка, четная и так далее. Соответственно, уж если нолик является четным числом, да, то тогда у меня здесь нечетное обязательно. Здесь четное, здесь нечетное, здесь четное. А здесь другая ситуация, здесь у меня в конце нечетное, да. Значит, здесь четное, нечетное, четное, нечетное. А какие у меня вообще есть циферки? Ну-ка давайте. Ноль, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да, раз, ну я давайте четное, нечетное подчеркну одним способом, да, а четное каким-нибудь другим. Замечательно. Ноль не может быть первой цифрой. Ну, здесь у нас дополнительное истребование, что все цифры различны. А поскольку у нас в ситуации, когда четная цифра является первой, ноль уже использован, да, то мы его все равно брать уже не можем. Да, все равно он уже использован. У нас остается две четные позиции, и без нуля остается четыре нечетные цифры. Четыре нечетные цифры. У меня требуется две четные цифры разместить в гостинице с номерами два, четыре, шесть, восемь. Четыре номера, в которых нужно поселить двух туристов. Я специально именно вот так произношу, потому что у меня здесь вот эти две, это обязательно позиции, в них требуется обязательно что-то поставить, а эти могу использовать, только не могу использовать два раза, потому что все различны. Короче, это а из четыре по два, это а из четыре по два, то есть количество возможных расстановок вот сюда двух четных цифр без повторений из набора четырех четных цифр, это а из четыре, прошу прощения, вот так, да, правильно же сюда теперь ставить, четыре по два. Значит так, ну слушайте, это так громко сказано, на самом деле это всего лишь четыре варианта выбора сюда, еще какую-то одну я потрачу, останется три, да, умножить на три оставшихся варианта постановки сюда. А про нечетные, я про нечетные еще не сказал. У меня нечетных цифр всего пять штук, но там идет соответственно вот это на вот это. Ну это число, это будет а из пяти по два, да, мне нужно выбрать две нечетные цифры из пяти, да, с учетом их порядка, да, важно, но они разные. Соответственно, короче, пять и четыре, тоже все очень просто, как это, помните, не дофакторял. Ну и еще раз, просто одну из пяти выбрал, ее больше нельзя, остается только четыре для выбора второй нечетной. Ок. Вот эти два числа мне нужно умножить друг на друга по правилу умножения комбинаторики, потому что всевозможные вот такие вот сочетания четные, нечетные, четные, нечетные при вот этих условиях, соответственно, ну у меня к каждой той возможной постановки четных в те две циферки, каждая всевозможная постановка в те две нечетных. Короче, перемножаем четырежды три, пять и четыре, ну слушайте, я лучше, знаете, умножу два на пять, я люблю умножать два на пять, получается десять. Остается отсюда только двойка, да, отсюда двенадцать умножить на два. Получается что, да, если я это дело умножу, умножу, значит, умножаем это дело друг на друга, получаем двести сорок, ну я тут тоже напишу умножить, да, получаем что? Двести сорок, ну двенадцать умножить на два и еще ноль. Двести сорок. Ой, я же только сейчас одни комбинации считал. Да, и кстати, обратите внимание, вернемся к теории множеств, да, что глобально, подсчитывая комбинации, я внимательно отслеживаю, чтобы ни одна подсчитанная здесь комбинация не пересеклась с вот этой. То есть уж если тут ноль, то не пять. Уж если тут пять, то не ноль. И при этом я перебрал всевозможные числа, делящиеся на пять, потому что если делится на пять, то обязательно в конце либо ноль, либо пять. Ну вот так вот мы это дело отследили, так что у нас все комбинации перебраны, ни одна при этом не посчитана дважды или больше. Ладно, здесь какая ситуация? У меня нечетных цифр остается без пятерки четыре штуки. То есть у меня четыре варианта здесь, да, три варианта здесь. А четных пять штук, пять вариантов здесь, четыре варианта здесь. Мне требуется это дело все просто перемножить. Как видите, можно рассуждать без всяких этих айзен пока. Короче, получится то же самое на самом деле. Да, так что у меня реально получится просто те же самые 240, их нужно будет по сути умножить на два. Да, 480 должен быть ответ. Давайте сверимся, я уже не помню, что там за ответ. Ну-ка. А! Ну ладно, совпал, слава богу. Давайте посмотрим на следующую задачку. Сколько существует чисел, шестнадцатеричная запись которых содержит три цифры, причем все цифры различные, никакие две четные и две нечетные цифры не стоят рядом. Ну, что тут поделать? Никуда не убежали от нас системы счисления. Мы, конечно, их будем проходить еще отдельно, дополнительно, когда будет задача на систему счисления. Да, вот. Но, слушайте, тем не менее, у нас отличается шестнадцатеричной от десятичной тем, что у нее шестнадцать цифр и все. Соответственно, после девятки идет цифра десять, дальше цифра одиннадцать, двенадцать, тринадцать, да, четырнадцать и пятнадцать. Ну, включая ноль, шестнадцать цифр всего, да. Среди них у меня есть, соответственно, восемь четных, цифра десять четная, цифра двенадцать, цепная, цифра четырнадцать четная, да. Остальные нечетные. Остальные Д, Д, Б, Д, Ф. Это у нас, соответственно, нечетные цифры. Итак, у меня три позиции. Четные и нечетные не стоят рядом. Все цифры различны. Да? Ну, делимости не спрашивают, нам не говорят, не требуют никакой делимости. Но есть одна тонкость. Вот именно здесь ноль не должен стоять вот в этой позиции. Вот здесь вот не ноль. Таким образом, на вот эту позицию есть запрет, да. И имеет смысл начать именно с вот этой ситуации. Заодно еще и не забыть эту ситуацию, да. Значит, не ноль. Значит, у меня остается семь из восьми цифр, да. То есть у меня вот здесь вот семь вариантов, да. Ну, нечетных там их все восемь, они никуда не деваются, да, любую берем. А здесь я не могу, здесь я могу использовать ноль, да, ноль можно, но какую-то другую цифру, которую я при этом использовал, не ноль, да, два, четыре, какую-то там, может, е. Ее нельзя. То есть получается, короче, умножить на семь. Да. У меня остается семь вариантов выбора последней цифры, потому что ноль появился, и его можно использовать. При этом чнч ситуации и нчн, они взаимоисключающие. Да. Не бывает числа, у которого цифра одновременно четная и нечетная. Одна и та же. Короче, эти комбинации исключительно исключают, и нет других ситуаций, чтобы четные и нечетные не стояли рядом, да. То есть только один вариант, это чередование. Короче, здесь нечетных у меня восемь, четных у меня восемь, а здесь нечетных, то есть всевозможные нечетные, кроме одной той, которую я использовал в позиции первой слева. Соответственно, у меня восемь минус один, семь. Ну, тут, видите, да, всякие-то перемножать надо. На самом деле, и тут можно немножко даже, хотя сейчас мы можем открыть Python и посчитать, да, но тем не менее, я могу так, это семь вот таких штуковинок, и восемь вот таких штуковинок. Методом это, дистрибутивность наоборот, да, скобки собираем, получаем пятнадцать раз умноженное на восемь на семь, на семь и восемь, да. Восемь умножить на пятнадцать, это все равно, что на три умноженное на четыре, ха-ха, и умноженное на десять дополнительно. Я двойку, пятерку отсюда, и двойку отсюда вытащил в десятку. Что у нас дальше? Трижды семь, двадцать один, умноженное на четыре, это получается у нас что? На восемьдесят четыре, да, ну и на десять. Итого восемьсот сорок должен быть наш ответ. Давайте сверяться. Ответ восемьсот сорок. Артур составляет шестибуквенные коды из букв здания. Каждую букву нужно использовать ровно один раз, при этом нельзя оставить рядом две гласные буквы. Сколько различных кодов может составить Артур? Итак, шесть букв. Шесть букв в слове. То есть у нас в самом слове здания шесть различающихся букв. Каждую букву использовать только один раз. Ребята, но это очевидно, да, это очевидно. Шесть факториал. Но! Но! Шесть факториал всевозможных перестановок букв в слове здания. А если теперь нельзя ставить рядом две гласные, то мы начнем... То есть, по сути, я мог бы сказать так. Ну вот, эти все слова, из них какие-то слова, те, в которых нельзя ставить две... в которых нельзя ставить две гласные, а вот слова, в которых две гласные есть рядом. Но если начать... Ну, казалось бы, шесть факториал за вычетом какого-то там множества. Так можно? Можно. Но будут проблемы. Почему? Дело в том, что у меня гласных три. А, И, Е. И что значит две гласные буквы рядом? А может, это А и И рядом? Может быть, это А и Е рядом? Может быть, это А, И и Е рядом? Кроме того, у меня возможны ситуации, когда, как сказать, все они три находятся... Ну, ладно, все три, может быть, и нет, да, но, тем не менее, вот эта сложность, вот эти, эти, эти... Не дай бог, мне сейчас что-то посчитать несколько раз. Я уже говорил, теория множеств, она нас в конечном счете догоняет, хотя ее напрямую из ЕГЭ исключили. Вы знаете, в конкретно этой задаче лучше не возиться с вот этим вычитанием множеств, да, и не пытаться там найти количество элементов объединения и пересечения, взять и просто аккуратно посмотреть, на эту задачу. Нельзя две гласные ряда, две согласные, можно. Давайте попробуем нарисовать всевозможные комбинации. Вот я ставлю гласную первой, я не могу поставить дальше гласную, могу поставить согласную, да? Поставим гласную вторую, вторую, третью, прошу прощения, да? Потом я обязан поставить согласную. Ну и потом поставим снова гласную в окно. И потом согласную. Возможная ситуация? Возможно. Но, кроме вот этих зеркальными счетами и нечитами, там был двойной запрет. Нельзя две четные рядом и две нечетные рядом. Потому что, казалось бы, я возьму и нарисую противоположную ситуацию. Здесь согласная, гласная, согласная, гласная, согласная, гласная. Но, никто не сказал, что нельзя ставить рядом две согласные буквы. Можно. Поэтому, обратите внимание, я могу вот эту как бы согласную букву взять и впихнуть вот сюда. И рассмотреть вот такую ситуацию. Гласная, согласная, согласная, гласная, согласная, гласная. а еще вот такую гласная согласная гласная согласная согласная но вот теперь все все то есть но ситуация когда согласная последняя она единственная уж если она тут то вот эти две согласные мне нужны как разделители моих трех гласных поэтому у меня ну вот дополнительные две такие ситуации когда в серединку можно вставить не с краю согласного это замечательно Потому что мое целевое множество, множество всевозможных слов, в которых две гласные не стоят рядом, оно действительно может быть разбито на четыре не пересекающихся подмножества. При этом эти четыре возможных семейства слов, они, объединяясь, дадут мне все возможные, ровно та ситуация, которую мы любим. И по правилу сложения, сколько тут получится, мы сложим с вот этими, потому что мне нужно объединение этих множеств, не пересекающихся, ну и просто просуммирую, сколько там слов разных. Дальше все очень просто. У меня четыре варианта самих расстановок, да, то есть у меня получилось, что четыре расстановок. А дальше я сейчас очень легко для каждого из них одинаково посчитаю, сколько там буквок, расстановок буквок. Дело в том, что вот сюда я могу ставить только одну из трех гласных, А и Е. Сколькими способами? Сколько перестановок? Три факториал. А согласные сюда? Три факториал. То есть получается на каждую расстановку букв А и Е, А, Е, И, Е и А и так далее подойдет любая расстановка согласных Z, D, N. Любая. Три факториал на три факториал умножить, естественно. Три факториал это шесть. Поскольку на каждом этом варианте у меня абсолютно аналогичная задача. Три факториал умножить на три факториал при столовом, то у меня по сути это будет умноженное на три факториал два раза. Да. Ну или короче говоря, шесть ю шесть, тридцать шесть, и еще умножить на четыре. То есть шесть умноженное на шесть и умноженное на всевозможные расстановки самих букв. Тридцать шесть умножить на четыре. Господи. Давайте лучше сделаем двенадцать умножить на двенадцать. Потому что это сразу понятно. Это сто сорок четыре. Остается аккуратно свериться с ответом. Сто сорок четыре. Товарищи, на сегодня это будет последняя задачка про тикток. Задачка про тикток. Вот эту задачку я специально взял для того, чтобы прям поиграться с теорией множеств. Немножко. И таки повычитать. Даша составляет слова, меняя местами буквы в слове тикток слитно. Так что две любые, две соседние буквы должны быть различны между собой. Сколько слов, включая исходное, может составить Даша? Итак, дорогая Даша. Перестань смотреть тикток. Как и ютуб шорт. Это приводит к укорачиванию длины мысли в твоей голове. Когда вы смотрите короткие ролики, это меняет характер вашего мышления, потому что вам сложно воспринимать тяжелые длинные рассуждения. Ну, тяжелые, ладно. Даже просто длинные рассуждения. Ролики, они такое ассоциативное мышление развивают. И, кроме того, он очень сильно насыщает эмоциями. После этого читать книгу будет очень тяжело. Будет такой несродный вам тип деятельности. Лучше не смотреть тикток. Это не очень полезно. Ну, каждый выбирает для себя. Ладно. Посмотрим на буквы слова тикток. На самом-то деле интересно то, что здесь есть буквы И, О и КТ. И, О и КТ, они очень сильно различаются по своему содержанию. И и О встречаются только один раз. А вот ТТ и КК, они встречаются в слове тикток два раза. Нам нужно, чтобы две соседние буквы всегда были различны между собой. То есть шестибуквенные у нас шесть позиций. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Ну, как мне начинать это дело отслеживать? То есть, если я поставил... То есть, мне реально нужно перебирать ситуацию. Так, и когда ты поставил букву Т, потратил ли я уже букву Т? Так, если букву Т еще не потратить, здесь можно все, кроме Т. Слушайте, а потом начинать перебирать, 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 как в самой-самой нашей первой задачке? Нет. Это не будет красивым и удобным способом разбирать и разбивать множество всевозможных слов, которые ищет Даша. Точнее, она не множество ищет, она ищет мощность одного множества. Сколько таких слов, по сути, да? Сколько слов? Точнее, она-то как раз ищет множество. А мы интересуемся, сколько же слов она выпишет. Слушайте, как нам разбить всевозможные слова для Даши так, чтобы... Ну, или, по сути, как бы предложить Даши некую методику их надежного перебора? Смотрите. Ладно. Ну, ее методику перебора. А давайте действительно разрешим всевозможные... Разрешим всевозможные слова длины шесть. Ну, букв других нельзя, значит, у меня шесть факториал различных слов. Пять факториал сто двадцать, да? Шесть факториал, это он получается... Сколько там? Пф, семьсот двадцать, что ли, да? Семьсот двадцать. Да? Всевозможных слов длины шесть. Могу ли я каким-то красивым образом выбросить все слова, где две буквы Т встречаются подряд? Ответ. Да. Могу. Могу. Я назову это множество ТТ. Могу ли я выбросить все слова, где все буквы К встречаются, или, скажем так, выделить, посчитать сколько их, где все буквы К, ну, в смысле, две буквы К встречаются подряд? Слова с буквами К. Могу. Могу. Правда, существуют слова, в которых и две буквы К, и две буквы Т встречаются подряд одновременно. Это надо учесть. И если я смогу подсчитать, сколько слов у меня содержится вот здесь, при этом учесть то, что у меня вот эти слова присутствуют такие, где ТТ и КК одновременно, рядышком, тогда я смогу из 720 вычесть вот это множество, просто банально его, что называется, выкинуть, да, выкинуть. У меня, собственно, только множество тех слов, которые Даша и хочет. Да, я получу ответ. То есть 720 минус неизвестный мне Х, да, и вот будет ответ. Итак, давайте озадачимся вопросом, сколько существует слов, в которых ТТ встречается рядом, или КК встречается рядом. Да, то есть я могу сказать так, НТТ, количество слов, в которых ТТ встречается рядом. Очень, очень просто. Ребята, я понимаю, что ТТ это некая новая буква. Да, ТТ, я ее вот так вот буду обозначать. Это единая новая буква, да, ТТ. Даже не знаю, как мне ее нарисовать, чтобы она не была похожа на букву П. Вот так давайте я нарисую, вот так вот она будет, ТТ. Они теперь слитные и перемещаются вместе. То есть КК раздельно, да, К, И, О, ТТ, К, О, слово, слово. Да, я возьму всевозможные слова. Давайте считать сейчас, значит, что у нас в буковке К, да, они у нас различны, временно, временно, да. Тогда у меня получается сколько всевозможных слов, где буковки ТТ вот так соединились. Получается 5 факториал. Но тут же давайте оговоримся, буковки К на самом деле одинаковые, да. 5 факториал, а значит, они не отличаются друг от друга. Значит, нужно поделить на количество перестановок в них самих. Поделить на 2. Что у нас получается? 5 факториал это 102. Поделить пополам это 60. Значит, у меня вот здесь содержится 60 слов, где буквы ТТ идут подряд. Так, при этом буквы КК может идти подряд, а может не идти подряд. Ну, откуда, я же не учитывал это, да. Значит, вполне тут может быть КК не КИОТК, да, а ККОТИ. Вполне, да. Я этого никак не учитывал сейчас. То есть, они есть и тут, и тут, да, вот все. Давайте посчитаем пока что количество слов, в которых КК встречается подряд, да. Ну, довольно очевидно, что это то же самое. 5 факториал пополам, потому что тогда у нас ТТ валяются. Да. Т и Т отдельно, да. А КК как некая единая двойная буква. Double letter, да. Такая КК. Значит, КК, значит, в ТОТИ. Значит, и, короче, у нас то же самое. Всевозможные перестановки, их 5 факториал, при этом две буквы Т на самом деле у меня не различаются, поэтому не нужно поделить пополам, поэтому их не 120, а 60 слов, в которых буквы КК встречаются рядом. Теперь мне нужно посчитать количество слов, в которых у меня одновременно ТТ встречается рядом. И при этом КК встречается рядом. То есть, по сути, пересечение двух множеств ТТ и КК. Пересечение множеств, как вы должны знать из алгебры, обозначается вот таким вот значком. Вы его встречали, когда у вас там от минус бесконечности до 5, да, и от 7 до плюс бесконечности. Ну, при решении неравенств, квадратных неравенств, например, да, встречали наверняка, да, пересечение... Ой, прошу прощения, это было... там вы встречали объединение, объединение вот так обозначается, вот так вот. Оно сейчас тоже у меня встретится. Пересечение, оно встречается чуть-чуть в другом месте, когда у вас система неравенств, и вы пересекаете. Ребята, давайте двигаться дальше. Я надеюсь, что значки эти, они более-менее, как бы, вами в алгебре изучаются. Изучайте, пожалуйста, математику, это очень важно для вашего развития. Итак, товарищи, друзья, значит, сколько же таких слов? Никаких проблем, объединяем буковки т-ты и к-к одновременно. При этом слово у меня как бы теперь в четырех позициях работаем, да. К-к-т-т-о-и, да, к-к-т-т-о-и, и так далее всевозможные перестановки. Сейчас у нас никаких одинаковых букв нет. Сейчас просто чистые четыре факториала у меня получаются. Четыре факториала это сколько? Это двадцать четыре. А теперь внимание, вот у меня эта ситуация. У меня шестьдесят слов здесь, шестьдесят слов здесь. И двадцать четыре слова, двадцать четыре, в пересечении этих двух множеств. Если я положу общее число слов, а мне нужно количество слов в объединении т-т, объединенном с к-к, да, чтобы вычеркнуть эти слова. Да, это мой икс, который я ищу, да, который я буду вычитать из семиста двадцати. Так вот, это будет равно количеству слов, в котором т-т идут подряд, плюс количество слов, в которых к-к идет подряд, за вычетом количества слов, в которых т-т и к-к одновременно, я ставлю пересечения, идут подряд. То есть, сколько у меня получается? Шестьдесят плюс шестьдесят минус двадцать четыре. То есть, сто двадцать минус двадцать четыре, то есть, равно, я сразу напишу, что это мой икс, это равно девяносто, ой, девяносто шесть. Ну что, у меня всего семьсот двадцать слов, шесть факториал, за вычетом девяносто шести, на самом деле, может быть, проще было оставить, знаете, минус сто плюс четыре. Получается, шестьсот двадцать плюс четыре, шестьсот двадцать четыре. Шестьсот двадцать четыре. Я волнуюсь, я не смотрел ответ в этой задаче, давайте проверим вместе. Ох, ты ж надо же. Вот так бывает. Сколько слов, включая исходное, что я мог не учесть? Когда я подсчитывал всевозможные слова, очевидно, товарищи, очевидно, когда я подсчитывал всевозможные слова, кто сказал, что их там семьсот двадцать? Буквы-то совпадающие присутствуют. Сейчас мы учтем. У меня две буквы. Возвращаемся к первой ситуации. Те, кто не досмотрит до конца, будут говорить, а, Тимофей Федорович, ошибся. Конечно, ошибся. А кто не ошибается, да? У меня шесть позиций, и в них у меня буквы совпадающие. Соответственно, на самом деле, их там не семьсот двадцать, а семьсот двадцать разделить на обезразличивание местоположения букв К, поделить на два факториала, да? И еще обезразличить положение для всевозможных этих оставшихся уже слов, да? Обезразличить буквы Т две. Поделить еще раз на два факториала. Таким образом, мне нужно поделить семьсот двадцать на четыре. Семьсот двадцать поделить на четыре. Ну, слушайте, это шесть факториала, поэтому на самом деле я просто могу недомножить. Это шесть, ю пять, ю три, ю два. Шесть, ю шесть, да, поделить, умножить на пять. На самом деле, можно опять же пять и два собрать, да? На пять и два собрать в десятку. Шесть, ю три, это у нас восемнадцать, получается сто восемьдесят, да? Сто восемьдесят. Семьсот двадцать разделить на четыре. Семьсот двадцать пополам, триста шестьдесят, еще пополам сто восемьдесят. Результаты совпали. Короче, товарищи, это сто восемьдесят. Во! Вот теперь будет красиво. Сто восемьдесят, из них девяносто шесть лишние, да? Минус девяносто шесть, ну, короче, сто восемьдесят минус девяносто, это у нас девяносто. Девяносто минус шесть, это у нас восемьдесят четыре. Ну, люди, вы знаете, будь я, конечно, на ЕГЭ, я, может быть, и ошибся. Увы, будьте лучше меня, пожалуйста, решайте задачки без ошибок, готовьтесь, нарешивайте задачки. Подготовиться к ЕГЭ можно только, мне кажется, нарешиванием задачек. Впрочем, какую-то теорию изучать надо. Мы продолжим с вами этот открытый онлайн-курс. В качестве источника задачек я вам советую задачник Константина Юрьевича Полякова. Успехов вам в сдаче компьютерного игре по информатике. С Богом! 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 Продолжение следует...